На совместное совещание в Доме культуры в Волосово собрались члены Совета по развитию местного самоуправления при губернаторе Ленинградской области и областной совет старост. Так называемый закон о старостах, принятый в Ленинградской области, активно обсуждают и в администрации президента, и в регионах, где планируют вводить подобные правовые акты. Пожалуй, главное заключается в том, что этот закон подкреплен финансово. Из областного бюджета старостам в этом году выделено 210 миллионов рублей на решение самых насущных задач – ремонт дорог, освещение улиц, устройство площадок для сбора бытовых отходов и так далее. В следующем году финансирование будет увеличено. Немаловажно и другое – проекты старост стали основой для разработки социального стандарта. Это будет два стандарта. Это будет сельский стандарт, поселковый стандарт и городской стандарт. Что это за стандарт? Это значит, что любое поселение, сельское поселение, либо любое городское поселение должно по социальному стандарту иметь определенный перечень социальных объектов, объектов благоустройства и иных объектов, необходимых для комфортного проживания человека. Вот мы считаем, что у нас очень близко к идеальному стандарту, близко, но пока тоже до конца не подошло. Это, например, город Кириши, где мы сейчас завершаем строительство Ледового дворца и у нас там получается плавательный бассейн, даже не один крытый спортивный зал, ледовый зал, стадионы, парк, пешеходная зона, гостиницы и так далее. Такой социальный стандарт будет разработан для любого города Ленинградской области в зависимости от численности населения и для любого поселка, который является столицей сельского поселения. Понятно, что мы социальным стандартом, и я бы вас обманул, если бы сказал, что мы дойдем до каждой деревни, это нереально. Но каждый поселок, столица, поселение должен иметь минимальный набор социальных стандартов. Отметим, в этом году было поддержано 1252 проекта местных инициатив. К концу третьего квартала 2015 года будут реализованы уже 70% из них.